Каким было твое лицо до того, как ты родился? Дзен Буддийский Куан Помню, когда это случилось со мной впервые. Мне 8 лет, ночь, я лежу в кровати, и тут меня обдает ледяной волной ужаса. Смерть — это же навсегда. Точно такая же тьма и тишина, как сейчас, но только насовсем, в которой уже не будет ни лица мамы, ни моих любимых игрушек, ни солнечных зайчиков на обоях. Нет, это невыносимо. Я даже не могу себе этого вообразить. Ведь каково это — уснуть и никогда не проснуться. А вот еще один жуткий вопрос, от которого веет нестерпимым холодом вечности. Вечности без меня. Что если моя мама не встретила бы моего папу, а вышла замуж за другого мужчину, и у них родился ребенок? Это был бы я или не я? Или не совсем я? Хочется сразу отмахнуться от этих морочек головы рассуждений, сказать, что я, Синпень, это буду не я. Это будет другой ребенок. Рецепт меня хорошо известен. Это половина генома моей мамы и половина генома моего папы. Не какого-то левого мужика. Но не торопитесь с ответом. Если вам так неприятен левый мужик, давайте представим, что ваша мама все-таки встретила вашего папу. У них, как говорится, все случилось, но лишь с одним крошечным отличием. До яйцеклетки добрался другой сперматозоид с немногой, но генетической информацией. Уже не левый мужик, а ваш родной батек. Просто первым финишировал не сперматозоид номер 12 миллионов 400 тысяч 542, а номер 12 миллионов 400 тысяч 543. Три. И вот рождается ребенок. Точь в точь, как вы, лишь с глазами другого цвета. Ребенок, который родится, будете вы? Или это будет другой человек, а вы так никогда и не появитесь на свет? Нет. Короче, это буду я? Ребенок будет осознавать себя мною? Тут уже не все так очевидно, как в первом случае. Но прежде чем мы попробуем дать ответ, давайте для начала разберемся, что же такое я. Для удобства выделим аж два я. Я роль и я зритель. Вот. Вот так и начинается дорога в дурку. Да, это не совсем корректная классификация с точки зрения реального положения вещей, но как временное объяснение вполне сгодится. Чтобы понять, что такое я роль, пожалуйста, расскажите немного о себе. Вот я, например, профессиональная воспитательница. Я бог, тупое это создание. Я закон. Я узник в этом затеянном мире. Но я мишка с опелками в голове. Железный человек. Вот все это я роль. Все, что вы знаете о себе и можете рассказать при знакомстве. Вся автобиографическая память, мысли, которые вас навещают, мнение, которое вы имеете, образ себя – это я роль. Тот я, за которым вы можете следить будто со стороны, как зритель за постановкой на сцене. Значит, есть еще я, которая смотрит на сцену, где лицедействует я роль. Это я мы так и назовем. Я зритель. Перспектива от первого лица, с которой происходит эта жизнь. Некто, кто наблюдает эти мысли, возвращается к этим воспоминаниям, рассказывает о себе историю и обладает этим телом и сознанием. Я роль кажется чем-то поверхностным, наносным и заменяемым по отношению к я зрителю. Я роль, с которой вы себя отождествляете – это вымышленный и крайне переменчивый персонаж. Кто же пишет вашу роль? Да, все помаленьку. Сначала родители. На этой планете мы приходим в сознание, не имея вообще никаких представлений о себе. Кто мы? Где мы? Но благо, вас у порога сразу же встречают старшие товарищи по планете, которые любезно объясняют, что оказывается, вас зовут Х, по национальности вы игрек, ваше вероисповедание З, вы считаете, что это хорошо, а это плохо. Так поступать правильно, а вот так неправильно. Здесь начинает писаться история вашего «я». Все, с чем вы сталкиваетесь в дальнейшем, так или иначе оставляет в ней запись. И от того, в какой среде вы оказались, какие книги и видео вам подвернулись под руку, какие люди вас окружают, будет зависеть ваше самопредставление, ваша личность, ваша роль. И я не случайно использую слово «роль». Многие главы вашей жизни – вообще откровенный вымысел. Если вам достаточно часто повторяли, что вы неудачник, вы действительно могли поверить в это и включить этот образ в свое самопредставление. При том, что в реальности никаких неудачников не существует. Это лишь способ трактовать происходящее с вами событие. Но поверив в то, что вы неудачник, вы начнете вести себя, как полагается неудачникам, все сильнее утверждаясь в реальности этой роли. К тому же «я-роль» – это тотальная текучая и переменчивая субстанция, что-то, что беспрестанно трансформируется в руках мира скульптора. Ваше самопредставление и мировосприятие под действием многообразных факторов неоднократно меняются в течение жизни. Да что я вам тут рассказываю? Кто из нас не читал свои посты десятилетней давности и не думал про себя? Господи, это что, я написал? Да в том-то и прикол, что это писали не вы. Эти посты были сгенерированы другим «я-ролью». С другой историей, с другими убеждениями, с другими представлениями о прекрасном и правильном. Но главное, из чего состоит «я-роль» – это память. Это ваша история себя, база данных. Именно память отвечает за преемственность поколений ваших «я» и за непрерывность вашего опыта. Она связывает вас сорокалетнего и вас десятилетнего. И постоянно напоминает, кто вы, что вы любите, откуда и куда идете. Поэтому, как и память, «я-роль» – очень ненадежная штука. Мы привыкли думать о памяти, как у картотеки со слепками событий прошлого. Вот в каком виде оно тогда записалось, в таком виде и хранится до сих пор. Тогда как на деле это не так. Память – это не документальная хроника. Память – это форма воображения. Вспомните свой первый поцелуй. Вспомнили? И вот то, что сейчас промелькнуло перед вашим внутренним взором – это не воспоминание того события. Это воспоминание воспоминания. Воспоминание о том моменте, когда вы в последний раз обращались к этому воспоминанию. То есть та информация, которая хранится у вас в мозге о первом поцелуе – это копия копии, 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 копии и еще сто раз копии того, как казалось бы, незабываемого события. А если делать столько копий, то в конечном счете, по закону испорченного телефона, воспоминание может измениться до неузнаваемости. В него примешается нечто, чего в оригинальном событии отродясь не было. Получается, даже ваша свершившаяся история продолжает переписываться в прямом эфире, делая вашу «я роль» еще более неустойчивой и подобной миражу. А что будет, если отнять у вас память? Нет памяти, нет и «я роли». 2008 год. 19-летняя Кайла Хатчисон во время тренировки по баскетболу получает удар по голове. На первый взгляд ничего серьезного, она даже продолжает игру. Но к вечеру с ней начинает происходить нечто странное. Она не понимает, где находится, не узнает соседей по комнате, а как позже выяснится и своих родителей. Но самое жуткое – не помнит своего имени, возраста и происхождения. Одним словом, ее «я роль» стерта или, по крайней мере, недоступна для сознания. День за днем от своих друзей и родных Кайла заново узнает, кто она такая. Отец развешивает над ее кроватью фотографии из семейного альбома, в надежде, что это поможет вернуть его дочь Кайлу. Ей приходится поверить на слово, что ее зовут Кайла, ей 19 лет и она любит баскетбол, будь он неладен. Это типичные признаки ретроградной амнезии, при которой человек абсолютно здоров, но ничего не помнит из своего прошлого. Чтобы понять, что чувствуют жертвы подобных случаев амнезии, представьте, что вы пришли в себя в теле незнакомого вам человека, прямо посреди его жизни. Конечно, этот кто-то, кто пришел в себя, «я зритель», будет в полной растерянности. Он не может себя ни с чем сопоставить. Кто же я? Обычно после слова «я» мы произносим свое имя, возраст, профессию, хобби. Но здесь «я» остается в полном одиночестве. Я – чистый лист. Вы тоже испытывали подобное. Каждое утро. Есть крошечный секундный зазор между пробуждением и моментом, когда вы вспомните свою роль и начнете собираться на работу. И в этой секунде – вся разгадка. На хвосте я вертел все эти ранние пробуждения и сборы на работу. Особенно зимой. В этот гребаный снегодождь. Так ты ж безработный. А ты блогер. Ну да, синонимично. Но я же не случайно блогер. Мне кажется, весь смысл моей деятельности с самого первого дня был в том, чтобы забыть, как выглядит 7 утра. И лучший способ это сделать – это работать удаленно. Например, инженером по тестированию. Удалиться можно не только в свою комнату, а вообще в любую точку мира. Если вы хоть раз в жизни пользовались интернетом, мобильными приложениями, играли в компуктер и ловили удручающие баги, то вы уже частично опробовали эту профессию. И вот что отличает тестировщика ПО от вас. При встрече с багом он сохраняет спокойствие, анализирует ситуацию и составляет подробный отчет о сценарии, при котором происходит поломка программы. Баги приносят ему не расшатанные нервы, а деньги. Средняя зарплата тестировщика – 120 тысяч рублей и растет с развитием его навыков. Он уже прошел курс тестировщик на Python от SkillFactory, а вы еще нет. Но это поправимо. Для старта нужны только компьютеры, глаза и пальцы. Да, блядь. Изучили матчасть и... Вперед! Стажироваться! Вы протестируете работу сайтов, маркетплейсов и других цифровых продуктов именитых IT-компаний. После стажировки вы получите сертификат и рекомендательное письмо для работодателя. А если сумеете проявить себя, сразу устроитесь на теплое местечко. А если нет, то специалисты карьерного центра SkillFactory будут с вами и в горе, и в радости, пока трудоустройство не разлучит вас. И не забудьте, что по промокоду ЧД вы получите скидку 45% на курс. Переходите по ссылочке в описании или по QR-коду на экране и оставляйте заявку. SkillFactory учит тех, кого берут на работу. Так что? Если бы 29 лет назад у моих родителей родился ребенок с другим цветом глаз, это был бы я? Понятное дело, что даже такое незначительное отличие в начальных условиях, как цвет глаз, способно изменить всю жизненную траекторию. Ваш будущий личностный склад, вашу я-роль. А вот я-зритель, который бы все это наблюдал, тоже был бы другим. Вот это вот ощущение, что я-это, я и эта жизнь происходит со мною, уже никогда бы не состоялось. Большинство людей сойдутся, что если я-зритель где-то и обитает, то скорее всего в мозге. Поэтому в принципе плевать, какого цвета будут глаза, главное ведь что? Чтобы мозги были теми же, тогда это буду я. В таком случае, дамы и господа, парадокс телепортации. С помощью супер-пупер-дупер-передовой технологии вы решаете телепортироваться из Саратова на Марс. Принцип телепортации заключается в том, что вас погружают в сон, а ваше бренное тело расщепляют на молекулы. В общем, уничтожают. Уничтожение происходит в рамках процедуры сканирования, во время которой собирается информация о положении и состоянии каждой молекулы вашего тела, в том числе о состоянии мозга. И далее информация со скоростью света передается на компьютер на Марсе, где из местных молекул кислорода, углерода, водорода и далее по списку, принимающая машина воссоздает ваше тело по полученным чертежам. Сохраняя все подробности организма, вплоть до выскочившего с утра на носу прыща и компоненты психики со всеми воспоминаниями, привычками и загонами. Гениально, просто и не нужно тратиться на бензин. Получается, соблюдена не только идентичность тела, но что нам особенно важно, идентичность мозга и информации на нем. Как будет ощущать себя ваш преемник на Марсе, можно предугадать. Так, будто он несколько мгновений назад вошел в телепорт в Саратове и не только что появился на свет, а живет в этом жестоком мире самого вашего рождения. Он будет помнить всю вашу предшествующую жизнь, знать планы на вечер и все ваши секретики. В общем, он будет ощущать себя точно так же, как вы сами, если бы прибыли на Марс более традиционным способом, например, на электричке. Ну и, конечно же, он будет считать себя вами. Но вот что станет с вашим саратовским я? Тут есть два расклада. В тот момент, когда меня распетросянет телепорт, я прекращаю существование и мое бытие уже не возобновляется. Я продолжаю существование и, как ни в чем не бывало, осознаю себя на Марсе. И понимаете, у нас нет никаких оснований считать, что верным будет вариант номер один, при котором ваше бытие не возобновляется. Никаких. Ну а с какой стати? Структура тела та же самая, структура и конфигурация мозга те же самые, все то же самое. Ну разве, кроме атомов. Но атомы в вашем теле и так регулярно обновляются. Практически все атомы, из которых вы состоите сегодня, через год уже будут другими. Получается, спрашивать здесь, буду ли это я, это примерно то же самое, как проводить вот такой мысленный эксперимент. Что если моя мама встретила бы моего папу и у них родился ребенок, точно такой же, как я? То есть, если бы все произошло буквально, как произошло, то вот этот родившийся ребенок, это был бы я? Нет, блять. Иван Федорович Крузенштерн. Теперь усложним наш эксперимент. Что если в момент телепортирования происходит сбой и ваше тело в Саратове не уничтожается, а с него просто снимается копия и отправляется на Марс? По итогу мы получаем двух вас. Один остается в Саратове, а другой приходит в себя на Марсе. Кто из них я? Да, здравый смысл нам подсказывает, что ваше я обнаружится только в одном из двойников, а именно в том, который остался на Земле, он же типа оригинал. И вот вопрос. А какого хрена? То есть, если в первом случае при исправном телепорте у нас с вами не было основания считать, что на Марсе очнется не я, то с какого перепугу теперь мы соглашаемся, что на Марс все-таки прибудет другой человек? А я вам скажу почему. Из-за невозможности принять, что одновременно могут существовать два я. Ну, нельзя же осознавать себя в двух местах сразу. Но если уж быть последовательным, то необходимо признать, что ваше я будет и в Саратове, и на Марсе. Но только как такое возможно? Парадокс, который на самом деле довольно легко распарадоксить. Если допустить, что никакого вашего я отродясь не существовало. А если вы так же сильно, как и я, любите все эти мысленные эксперименты, то знаете, я опубликовал еще несколько аналогичных и не менее крышесносных мысленных экспериментов, в нашем телеграм-канале. Где же еще? А ссылочку на телеграм оставил в описании к этому видео. Там же в телеграме по традиции будет выложена вся музыка из этого выпуска. Так что пока не забыли, поставьте видео на паузу, перейдите по ссылочке, подпишитесь на нашу берлогу в телеграме и возвращайтесь. У нас с вами тут еще масса неотвеченных вопросов. Помните ли вы, как все начиналось? Как небытие превращалось в бытие? Как вы покоились в околоплодных водах в утробе матери? Что вы помните из младенческого возраста? Вероятно, или совсем ничего, или какие-то обрывочные вспышкообразные эпизоды. Первые полноценные воспоминания обычно относятся к периоду с 3-4 лет. Все, что связано с более ранним этапом жизни, покрыто непроницаемой пеленой беспамятства. Она называется детской амнезией. Одна из ее причин в том, что формированию любого воспоминания требуется главный герой. Тот, кто будет в центре событий, вокруг которого разрозненные воспоминания начнут объединяться в связанную историю. Если нет главного героя, то воспоминаниям просто не к чему крепиться. И вот приблизительно до 2-х лет у большинства детей отсутствует самосознание и символическое мышление. То есть возможность посмотреть на процесс сознания со стороны и приклеить к нему ярлык «Я». В общем, у них нет ни «Я» роли, связанной историей своей жизни. Не самое удивительное «Я» зрителя. А что же у них вообще есть? Ну, как минимум, само сознание. Восприятие младенцев должно быть во многом схоже с тем, что в когнитивистике и в созерцательных практиках называют недвойственным сознанием. На английском – non-dual awareness, сокращенно NDA. То есть сознание без этого шизофренического расщепления на зрителя и роль. Без разделения на внутреннее и внешнее. Вообще без каких-либо категорий. Это неделимый, базовый уровень сознания. Все, что есть в NDA – это лишь сознание-сознавание. Чувство бытия. Чтобы понять, о каком чувстве бытия идет речь, представьте, что вам за неуплату отключают свет, звук, чувство положения в пространстве, потом мысли. Но вы все равно в сознании. Вот то, что осталось, когда больше ничего не осталось – это и есть NDA – базовый уровень сознания. Но это не совсем корректное объяснение, потому что сознание не существует в отрыве от воспринимаемых стимулов. И описанное состояние больше подходит под глубокий сон, в котором никакого сознания, как вы знаете, нет вообще. Вот объяснение для более продвинутых зрителей. Обратите внимание на то общее, что есть и у света, и у звука, и у чувства положения в пространстве, и у мыслей. Во всем этом есть некое сознание, чувство бытия. Вот это и есть NDA. Оно как вещество, из которого слеплены все ваши переживания. И внутреннего, и внешнего, и субъекта, и объекта, и белого, и черного. Но ему самому на эти разделения плевать. Примерно так недвойственно работает восприятие детей, до того, как их мир раскололся на части. Начинающие люди не отделяют субъект восприятия от объекта восприятия, а мысль об объекте от самого объекта. Ну, посудите сами. Это вы сейчас смотрите на шкафчик и говорите себе, вот я, а вот шкафчик. Я смотрю на шкафчик. У ребенка же нет ни понятия я, ни понятия шкафчика. Есть просто одно неделимое что-то. Лишь сам процесс сознания, который вдобавок не внутри и не снаружи. Разделение мира на субъекты и объект, внутреннее и внешнее, происходит уже позже, когда мышление начинает нарезать это сознание на изолированные кусочки и вешать на них ярлычки. И вам никто не мешает испытать андеи самостоятельно. Если медитировать достаточно долго, то приходят из дурки, то в какой-то момент становится ясно, что весь контент вашего сознания, мысли, шкафчики, желание почесаться, да и вы сами, как образ себя, сделан из одного и того же материала. Из сознания. Это то же самое, как смотреть в зеркало, на котором мельтешаты танцуют разнообразные отражения, и в какой-то момент перевести фокус с отражений на само зеркало, и понять, что кроме зеркала ничего иного перед вашими глазами никогда не было. Для удобства будем называть андеи просто я-сознание. Хоть никакого я, как показывает детское восприятие или восприятие людей в состоянии потока, в нем может и не быть. Первый прикол здесь в том, что это сознание никому не принадлежит, потому что его хозяин, я-зритель или я-роль, будет придуман позже. Сознание само создает себя владельца. Второй прикол в том, что у сознания нет индивидуальности. Каких-либо отличительных черт, которые позволили бы назвать его своим, или чужим, или Семеновича. Все личностные особенности, характер, образ мышления, грубо говоря, ложатся поверх него. Следовательно, я-сознание, вот это вот самое глубинное и сокровенное, что только вас есть, у всех людей, по крайней мере функционально, одинаково. Ведь выполняет ровно одну и ту же функцию, а сознает, так же, как все зеркала занимаются одним и тем же, отражают. Получается, за всеми этими надстройками и временными формами наши «я» от человека к человеку не отличаются. Выходит, что вы это в каком-то смысле... Нет. Бред какой-то. Попробуем зайти с другой стороны. И слово Ричарду Докинзу. Мы все умрем. И в этом заключается наше везение. Большинство же людей никогда не умрет, просто потому, что они никогда и не родятся. Потенциальные люди, которые могли бы быть здесь, на моем месте, но которые фактически никогда не увидят дневного света, численностью превышают песчинки Аравии. Выпускник Гарварда, доктор и писатель Али Беназир, решил подсчитать, насколько же каждый из нас удачлив. Он попробовал определить, каковы шансы на то, чтобы ваша генетическая линия дотянулась от первого одноклеточного организма до вас и нигде не разорвалась. Иначе говоря, не только чтобы правильный сперматозоид вашего папы встретился с правильной яйцеклеткой вашей мамы, а чтобы папа и мама, бабушка и дедушка и вообще все-все-все-все ваши предки появились на свет, дожили до репродуктивного возраста, встретили кого нужно, и чтобы у них все произошло в точности, как произошло. Да, конечно, все эти расчеты приблизительны, мягко говоря, но общее представление о своем месте в мире из них получить можно. Итак, шансы на то, чтобы вы родились, равняются нулю. Ну, не совсем нулю. Раз вы все-таки здесь, то они хотя бы капельку отличались от нуля. Но просто для вашего понимания. Вероятность того, чтобы вы обнаружили себя живым, по словам доктора Бенезиро, равняется вероятности, что если взять два миллиона игральных кубиков, но только чтобы у них было не по шесть граней, а по триллиону, одновременно бросить их, и на каждом из них выпадет одно и то же число. Например, 550 миллиардов, 343 миллиона, 279 тысяч, один. Чудо, как оно есть. Получается, все эти миллиарды лет отвели к тому, чтобы однажды вылупились вы, и хоть небольшое смещение с траектории и, упс, вас уже никогда бы не было. С точки зрения того, что вам достался именно этот конкретный набор генов, конкретная среда, а в дальнейшем именно этот конкретный личностный склад, наверное, это удача. Правда, если вы родились в поселке Малая Усрань с аллергией на шоколад и кошачью шерсть, вряд ли можно сказать, что вы прям вытянули охренеть, какой счастливый билет. И удачу обычно находят не в том, что родился вот такой организм, эх, мне не видаль, постоянно какие-то организмы рождаются и рождаются, я родился, а в том, что все многочисленные свойства этого организма в мозге или где-то там еще сложились таким удивительным образом, что он осознал себя вами, не кем-то другим из этой пустыни нерожденных песчинок, а именно вами, то есть в том, что у него ваше я-сознание. И тут на сцену выходит открытый индивидуализм, философская концепция, которая утверждает, что для того, чтобы на свет родилось ваше я, не нужно было бросать два миллиона игральных кубиков, каждый с триллионом граней, так, чтобы все упали на одну грань. достаточно было просто 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 поймал подбросить монетку, но не простую, а такую, у которой обе стороны одинаковы, я-сознание. что вероятность вашего рождения, вашего я, согласно открытому индивидуализму, составляет один к одному. Оно неизбежно. Почему? Да потому что никакого вашего я нет. Помните, у нас действительно есть основания считать, что на базовом уровне наши я не отличаются. Не отличается ни я-сознание, ни его производная я-зритель. И по мнению открытого индивидуализма, это означает, что все мы это одно и то же я. Соответственно, чтобы это я, точнее, вы, чтобы вы появились на свет, обрели существование, достаточно, чтобы родился любой человек, с любыми задатками, и никакие кубики при этом бросать не нужно. У вас просто не было другого выхода, кроме как осознать себя, кроме как вытянуть счастливый билет. И никакой стянающей очереди из нерожденных не стоит за порогом бытия, потому что в этой лотерее ровно один участник. Скажи, мы один человек? Правильно. все нахуй, я звоню в дурку. Да, открытый индивидуализм полагает, что вот это базовое чувство бытия, которое мы с вами здесь прозвали я-сознание, одинаково у всех людей. И на самом деле все мы с вами это одно я. На колени, дамочка! Я не дамочка, а ты не солдат! Мы все один человек, разделенный на множество частей! Сечешь о чем я, пес! И прежде чем мы с вами тронемся дальше и я вам по крайней мере постараюсь объяснить, что же это все черт возьми значит и какие последствия для нас с вами имеет, позвольте, я вам немного расскажу о нашем персонаже. да-да-да, вот о тебе. Знаете, почему он так выглядит? Ну, во-первых, потому что мы вдохновлялись Тимом Бертоном. Не с плагиатили, прошу заметить, а вдохновлялись. Во-вторых, наверное, потому что я спроецировал на него свой вечный недосып. Недосып в моей жизни случался даже не потому что я недостаточно поспал, а потому что сон был так себе поверхностный, разбавленный, с постоянными мини-пробуждениями и с таким сном я жил, наверное, год-два, а то и больше. И думал, что это норма, пока однажды я не выспался и не охренел, и не почувствовал разницу. И я вам клянусь, это вы сами без меня прекрасно знаете, что жизнь выспавшимся и жизнь невыспавшимся это две разные жизни. И если открытый индивидуализм неверен, а не стоит забывать, что это всего лишь гипотеза, то будет очень обидно прожить свою единственную жизнь невыспавшимся. Сука. Если вы тоже забыли, что такое здоровый восстанавливающий сон и тоже хотите почувствовать разницу, то к вашим услугам наш старый добрый друг в слипе, которого я могу порекомендовать с абсолютно спокойной душой, потому что сам являюсь его благодарным учеником. Слипи 30-дневная интерактивная программа по улучшению сна в формате чат-ботов телеграмм. Посвящая слипи всего 15 минут в день, вы внедрите в свою жизнь 15 самых эффективных методик повышения качества сна. Каждый вечер в назначенное вами время слипи будет стучатся к вам, чтобы поведать о новой практике по улучшению сна и сразу же внедрить ее в ваш вечерний распорядок. И ближайшей ночью, как это со мной пару раз бывало, вы уже возможно почувствуете ее эффект. Программа разработана на основе 400 научных исследований и проверена врачом-сомнологом, которому прямо через бота можно бесплатно задать вопрос. Со слипи занимается более 50 тысяч пользователей, а у 93% из них сон улучшился в первой неделе. Под конец 30-дневного курса вы скорее всего поймете, что раньше не умели спать. По крайней мере нечто похожее ощутил я. А тем временем слипи ждет вас по ссылочке в описании. Скорее помашите ему рукой и проходите программу по моим питам. А для первых 200 человек, перешедших по ссылке или вот по этому QR-коду, слипи приготовил подарочек скидку 65%. Так что поторопитесь, возможно вы еще даже не опоздали. К открытым индивидуалистам в большей или меньшей степени можно отнести таких выдающихся деятелей, как физиков Эрвина Шрёдингера и Фримана Дайсона, писателей Льва Толстого, ну и судя по одной из песен Мурата Насырова. Вот строки из воспоминаний Фримана Дайсона, в которых он рассказывает, как его в 15 лет молнией поразила идея космического единства. Мы все один и тот же человек. Я это ты. И я это Уинстон Черчилль, Гитлер Ганди и все остальные. Не существует никакой проблемы несправедливости, потому что твои страдания это и мои страдания. И проблемы войны тоже не будет. Как только ты поймешь, что убивая меня, ты убиваешь только себя. Если непонятно, как у вас и у Гитлера может быть одинаковый я, или ладно, как у вас и у меня может быть одинаковый я, то с радостью объясню. Открытый индивидуализм при всей своей контринтуитивности не противоречит ничему, что нам известно о сознании. Я сознание запросто может оказаться одним и тем же, что у вас, что у меня. Но просто из-за привязки к порождающему его материальному носителю в данной нервной системе, оно будет испытывать иллюзию обособленности и индивидуальности. По этой логике, если бы мы подключили ваш мозг к мозгу другого человека, то вы, получив доступ к нервной системе своего партнера со всеми его сенсорными и прочими ощущениями, начали бы воспринимать подсоединенный организм как часть своего я. И у вас было бы одно сознание на двоих. И самое поразительное, что это не очередной мысленный эксперимент. Нет, все взаправду. Знакомьтесь, Кристо и Татьяна. Девочки являются не просто сиамскими близнецами, что уже большая редкость, а экстраординарными сиамскими близнецами. Мозг одной соединен с мозгом другой уникальной структурой под названием таламический мост. Нервные сигналы от ствола головного мозга Кристо могут поступать в мозг Татьяны и наоборот. Благодаря этой особенности каждая из девочек может видеть глазами другой девочки. Чувствовать прикосновение к телу своей сестры, обмениваться с нею мыслями и делить эмоциональное состояние. Если ударилась одна, больно и другой. Расстроилась Кристо, грустные Татьяне. Стоит одной из них утомиться или отвлечься на что-либо ощущение самопроизвольно просачивается. То есть одна ощутит вкус еды другой даже если не хочет. В общем, потому что нам известно об этом уникальном пусть и неглубоко исследованном случае есть немалая вероятность, что девочки делят одно сознание на двоих. Это не означает, что они в процессе социализации не сформировали обособленные я-роли. Каждый из них называет себя я. Но кроме я, у них есть кое-что еще. Мы. Не такое мы, как у нас, типа я и ты. А мы, как одно целое. К тому же открытый индивидуализм помогает разобраться с рядом научно-философских заковырок, например, с проблемами тожества личности, расщепленного мозга, другого сознания и парадоксом дубликатов, который нам с вами известен как парадокс телепортации. Открытый индивидуализм не видит ничего криминального в том, чтобы два одинаковых я находились в разных местах. Ведь согласно открытому индивидуализму мы и так все одно и то же я, и нам это не мешает находиться в разных местах. Или, как писал английский философ Дерек Парфит, он же автор этого мысленного эксперимента, мне не нужно считать, что моя копия на Марсе это кто-то еще. Я могу поверить, что у меня сейчас есть другой поток сознания, о котором в этом потоке я не знаю. И ответ на наш вопрос из начала видео, кто бы родился у моих родителей, если бы при зачатии к финишу первым пришел другой сперматозоид. В исполнении открытого индивидуализма тоже обезоруживающе прост. И этот ответ я. И если бы моя мама встретила другого мужчину, у них родился бы я. И если бы любая женщина встретила бы любого другого мужчину, у них все равно родился бы я. Всегда рождаются я. И это кажется такой ироничной подсказкой на самом видном месте, что независимо от того, какие у вас паспортные данные, основное имя каждого из нас одинаково. Я. Независимо от генетических задатков и среды, в которой вы оказались, все мы изначально обладаем сознанием как таковым. Уже потом жизнь напишет на нем уникальную историю, оставит неповторимый отпечаток пальца, второго которого нет во всей вселенной и вряд ли когда-нибудь будет. Но под этими символами все мы возможно одно и то же. Одно и то же сознание, локализованное в разных организмах и в разных жизненных обстоятельствах. И каждый, кто смотрит это видео, это я. Такой же пустой экран, на который проецируется этот мир. И экран принимает все. иногда нежные, светлые, прекрасные образы, а иногда грубые, жестокие, грязные. Но сам экран всегда чист. Не говорите, что я скоро уйду, ибо сегодня я все еще прихожу. Тхить нят хань Так каково это уснуть и никогда не проснуться? Никто не знает, но зато вы прекрасно знаете, каково это проснуться, никогда до этого не ложась спать. С точки зрения открытого индивидуализма до тех пор, пока во вселенной после вас будет оставаться хотя бы один носитель сознания, смерть это не конец. Смерть это просто амнезия, и все, что она забирает, это я-роль, тело, мнение, знания, привычки, образ, себя, память, все то, что по ходу жизни и так неоднократно умирает. Но я-сознание, вот это базовое чувство бытия, это просто свойство определенных типов материи, например, человеческого мозга. И оно было задолго до появления вашего организма и будет после него. И ваше сознание никогда не умрет, просто потому, что оно не ваше. Сейчас я произнесу два утверждения. Слушайте внимательней. Утверждение первое. После того, как я умру, родится ребенок. И мое сознание перейдет в этого ребенка, но я утрачу память о своей предыдущей жизни. Алло, дурка? Звучит как бред. Согласен. Утверждение второе. После того, как я умру, родится ребенок. Звучит бесспорно. И понимаете, для нас с вами между этими двумя утверждениями нет разницы. Кто-то скажет, что эта концепция просто очередная попытка сторговаться со смертью, такая же, как загробная жизнь и переселение души. Но так кажется только на первый взгляд, потому что любые посмертные путешествия души предполагают сохранение памяти и личности. Именно за утрату личности люди переживают сильнее всего, тогда как у открытого индивидуализма никаких обнадеживающих прогнозов для вашей личности нет. Смерть по-прежнему представляется бессердечным вандалом, который играюще проходит с эластиком по этому сложнейшему и неповторимому узору человеческой судьбы. Но с другой перспективы смерть это никакой не вандал, это сброс кэша, замена износившегося железа, протирания замылившегося зеркала. Вспомните, когда жизнь приносила вам наибольшую радость сама по себе, без каких-либо условий в виде новенького авто, пышногрудой красотки или высокого блондина. В детстве, Господи, я помню, как я радовался найденному в парке грязному каштану. Теперь, чтобы испытать сопоставимый уровень радости, мне нужно, я не знаю, чтобы на канале было миллион подписчиков. И я ни на что не намекаю, но без вашей подписки не видать мне этого каштана. Дело в том, что интенсивность каждого стимула зависит от предыдущего. И если стимулировать ваши органы чувств одним и тем же воздействием, со временем чувствительность к этому воздействию начнет снижаться. Тупо по физиологическим причинам жизнь постепенно теряет интенсивность. Яркость, вкус, и с гирлянды на елке, и с трещинок на асфальте, и с солнечных зайчиков на обоях невозвратимо уходит волшебство. Конечно, этот процесс можно и нужно замедлять, менять обстановку, пробовать новые блюда, знакомиться с новыми людьми, оставлять привычные роли, сбрасывать их как отслужившую чешую. Но потенциал у этих мер тоже, увы, ограничен. И неминуемо наступает момент, когда вам лучше уступить место на этой планете другим, кто в силу свежести своего восприятия получит больше радости от жизни и будет видеть в ней волшебство, уже недоступное вам, которое, вдобавок ко всему, возможно, не такие уж и другие. Но, допустим, вы не хотите ничего уступать этим соплякам, и ученые наконец добиваются победы над старением. Смерть излечена, мы становимся бессмертными. Одна из проблем, которую в этом новом дивном мире нам предстоит решить, это скука. За несколько тысяч лет жизни, а скорее всего гораздо раньше, этот мир вам станет абсолютно понятен. Вы сколесите все колонизированные планеты, достигнете мастерства во всех возможных профессиях и искусствах. После сотни тысяч прочитанных книг вы научитесь предсказывать все сюжетные повороты, а просмотр любого фильма будет сопровождаться тягостным чувством дежавю. И вы начнете замечать, что каждое социальное взаимодействие разворачивается по одним и тем же правилам, будто бы вы сами киногерои, повторяющие веками избитый сценарий. Вы будете ужасно опытным и мудрым, и настолько же ужасно пресытившимся и уставшим. И как пить дать, в таком будущем появится очень востребованная услуга, искусственно индуцированная амнезия, позволяющая протереть замыленную линзу восприятия и увидеть мир во всей его свежести и головокружительном разноцветии, как в детстве, снова испытать весь восторг от знакомства с жизнью, начать все сначала. И возможно тогда какой-нибудь ученый потрет себе лоб и рассмеется, потому что они так долго шли к бессмертию только ради того, чтобы заново изобрести смерть. Кажется ли вам эта концепция убедительной или вам предпочтительнее считать, что все ваше существо с головы до пят беспрецедентно и уникально, все равно лучше держать в голове, что любой человек под покровом всех этих бесконечных непримиримых внешних различий на самом деле не так уж сильно отличается от вас. Ему так же, как и вам, бывает одиноко. Он так же, как и вы, боится сгинуть навсегда. Ему так же страшно потерять своих близких. И он так же, как и вы, просто хочет, чтобы его, черт возьми, любили. А если открытый индивидуализм верен, то наша цивилизация предстает, как одно из трагикомичнейших зрелищ во вселенной. Ты не причинишь мне вреда. Это я! Меня зовут Кевин, я пехотинец, мне 30 лет! Это неправда! Нам 14 лет, мы любим пиццу и мастурбацию! Мы носим желтую футболку, а наша прическа похожа на коричневый шлем. И мы скучаем по семье, и мы снова попали в передрягу! Блин, почему это постоянно происходит? Я это понимаю! Ох, блин! Ох, блин! Иди сюда! Ох, блин! Давай! Ох, блин! Я тот, кто целится, и тот, кто через мгновение замертво упадет на землю. Я тот, кто звонит с незнакомого номера и представляется сотрудником банка. И я же напуганная бабушка, которая отдает последние деньги. Я тот, кто, не задумываясь, набирает сообщение, которое разобьет сердце. И я же тот, чье сердце разобьется. Я маленький мальчик, и мне очень страшно, когда папа бьет маму. И я же взрослый глава семейства, который причиняет боль своим близким, потому что меня самого научили только боли и не научили любви. Я юноша, беззаботный и легкий, возвращаюсь домой по предрассветному городу, и у меня все еще только впереди. И я же старик с высохшими ниточками губ, которые медленно превращаются в день. Я доктор в провинциальной онкобольнице. Сжав кулаки, я отвоевываю у смерти месяц за месяцем. И я же авианаводчик. И одно мое слово отнимает у жизни тысячи лет. Я важный чиновник. Знали бы вы, сколько людей охотятся за моей подписью. И я закрою глаза на сброс ядовитых отходов в местную речушку. И я же ребенок в маленьком поселке ниже по течению, который родится слепым. Я прославленный спринтер, и в моей жизни больше нет смысла, потому что сегодня победа ушла от меня. И я же девушка в инвалидном кресле. Сижу на балконе и радуюсь первому снегу. И если закон бумеранга и существует, то, клянусь богом, мы его с вами неправильно поняли. Любая пуля возвращается, но не потому, что возможен рикошет или реальность злопамятна, а потому, что выстрелить здесь можно только в себя. Точно так же, как всякий раз, когда ты протягиваешь кому-то руку помощи, ты не просто повышаешь свои шансы быть спасенным однажды в ответ, а ты буквально спасаешь себя. И в этом смешном и страшном спектакле ты попробуешь каждую роль одну за одной и запьешь каждую чашу, примеришь каждую жизнь, побудешь и первым и последним и праведником и грешником и плачом и приговоренным, пока не раскусишь что к чему, пока не узнаешь себя, пока не поймешь, пока не вспомнишь, чтобы опять все забыть. девушка, я, да, я правда считаю себя котом, но я звоню не по своему поводу, тут человек утверждает, что он это я. Да, говорящий кот, а что вас в этом смущает? Улица Ленина, дом два, квартира шесть. А зачем вам мой адрес?